Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы смотрите программу «Итоги бриф» на Томикин Бизнес. Меня зовут Диас Иркинов. Холокфинанс подготовил макроэкономический обзор за первый квартал 2024 года. И сегодня поговорим с главным аналитиком Холокфинанс Асаном Курманбековым. Здравствуйте, Асан. Все верно. Добрый день, Диас. Я ознакомился с вашим отчетом за первый квартал 2024 года. И хотелось бы узнать, вы пишете, что несмотря на внешние и внутренние факторы, вы сохраняете прогноз по росту ВВП на 4,5% в этом году. Я ознакомился с отчетами других организаций, тем же самым Всемирным банком, Национальным банком Республики Казахстан. И они не такой оптимистичный сценарий прогнозируют. И вот, допустим, Национальный банк, согласно базовому сценарию, прогнозирует рост экономики Казахстана на этот год в коридоре 3,5-4,5%. А Всемирный банк и вовсе прогнозирует снижение роста экономики до 3,4%. В чем основная причина такого относительно оптимистичного прогноза? Ну, на самом деле, должен сказать, что ситуация в экономике в этом году, хотя мы и начали с некоторого замедления, да, вы знаете, в первом квартале экономика показала рост всего на 3,9%. Но в то же время, как и вы тоже, наверное, знаете, что у нас в Казахстане экономика представляет собой сырьевую, ориентированную на ресурсы экономику. И, соответственно, мы довольно существенно зависим от внешнего спроса, от внешних факторов. В частности, в начале года цены на нефть были порядка 80. Если сейчас посмотреть апрельские данные, то цены на нефть уже доходят до 90 долларов за баррель. Среднегодовая, если смотреть, ну, не среднегодовая, а средняя за 4 месяца этого года цена на нефть уже 85 долларов за баррель, да. То есть, как бы это немножко выше даже оптимистичных наших ожиданий у нас в наших прогнозах мы исходили из того, что цена на нефть в среднем составит 80 долларов за баррель в этом году. Ну, кроме того, в принципе, мы видим, что в связи с тем, что инфляция продолжает довольно динамично замедляться. То есть, если на конец прошлого года она составляла 9,8, то сейчас она уже, по последним данным, 8,7%. То есть, как бы тоже в соответствии с нашими ожиданиями, конечно, это идет, но это и также говорит о том, что как бы в экономике ситуация улучшается, да. Соответственно, в связи с тем, что потребительские цены замедляют свой рост, это, естественно, будет активизировать опосредованно потребительский спрос. Ну, и, соответственно, это тоже положительно влияет на экономику. Кроме того, мы видим то, что у нас, например, по результатам первого квартала импорт довольно более существенно упал, чем экспорт, да. А в целом погоду мы ожидаем, что экспорт будет расти немного медленно, но, тем не менее, чистый экспорт, ну, с учетом более сокращения импорта, да, он будет более существенный рост показывать. В то время как в прошлом году у нас обратная ситуация наблюдалась, да, ускоренный рост импорта шел, в то время как экспорт существенно снизился из-за того, что цены на нефть упали почти на 20% в прошлом году. Ну, в этом году, естественно, ситуация выглядит получше, ну, и в связи с этим мы сохраняем пока наш прогноз. Конечно, свои коррективы могут внести и стихийные бедствия, и катастрофы, но пока, по нашим ощущениям, по нашим оценкам, данное влияние, ну, в частности, поводков, оно не должно быть таким, ну, как сказать, негативным эффектом как бы на экономику. Почему? Потому что там же есть и плюсы, да, ну, то есть, к примеру, для сельского хозяйства больше влаги, да, это, соответственно, больший фактор в сторону того, чтобы увеличилась урожайность, да. То есть, конечно, пострадала инфраструктура, но, тем не менее, государство, получается, будет вынуждено вкладывать инвестиции в налаживание инфраструктуры. Это, в том числе, естественно, идет как вклад в рост ВОП. Ну, будем надеяться, что даже из этих, да, минусов, которые приносят стихийные бедствия, да, государство все-таки выйдет в плюс, воспользуется этим шансом, да, тем же самым, как вы отметили, увеличение воды, да, и эта влага просто-напросто не пропадет. Но, тем не менее, ага, тем не менее, вы также прогнозируете ослабевание тенге на конец года до 485 тенге за доллар. Ну, и допускаете, что дополнительные трансферты из нацфонда сохранят текущий уровень продаж валюты, да, что будет удерживать курс тенге от ослабления. В какой степени увеличение трансфертов из нацфонда может влиять на экономические показатели, такие как та же самая инфляция, курс национальной валюты и базовая ставка? Ну, мы, в принципе, как вы отметили, уже ожидаем то, что трансферты все-таки придется увеличивать, наращивать. По планам их сократили, например, в прошлом году, если использовали 5,3 триллиона из нацфонда, то в этом году размер трансфертов на уровне 3,6 триллионов. Но, как вы видите, ситуация с экономикой, ну, есть и нюансы, да, то есть помимо того, что рост экономики происходит довольно неплохо, в то же время у нас есть просадка по налоговым доходам. Естественно, приходится более активно использовать, задействовать средства нацфонда, не только нацфонда, в том числе, государство довольно существенно увеличило заимствование на внутреннем рынке. И так, к примеру, за 4 месяца, если смотреть этого года, мы уже, ну, то есть государство привлекло 2,4 триллиона тенге, а в то время как на весь год план был 5,2 триллиона. То есть мы уже практически половину средств уже взяли из запланированных, да. То есть, скорее всего, в условиях того, что у нас довольно высокая ставка на рынке, то привлекательнее, наверное, ну, и легче всего государству просто взять, опять же, те же средства нацфонда и использовать их на нужды экономики, да, ну, в том числе на финансирование бюджета. Что можно сказать по поводу использования этих трансфертов? То, да, как вы уже видите, мы второй год наблюдаем укрепление тенге. Естественно, это выглядит довольно нерыночным, да, хотя цены на нефть относительно высокие, тем не менее, это не те 100 долларов за баррель, которые мы наблюдали по итогам 2022 года. То есть все-таки давление есть и оно осуществляется в этом году. Кстати, мы ожидаем, что продолжится стагнация нефтедобычи. Ну, естественно, это тоже фактор к тому, чтобы больше средств использовать из национального фонда. Ну, а больше средств использования из национального фонда, получается, оно идет, поступает в бюджет и дальше стимулирует потребление, да, ну, внутреннее потребление, включая инвестиции, те же социальные обеспечения населения, зарплаты. Ну, в частности, в этом году миниальную заработную плату повысили в очередной раз. Все эти расходы, конечно, они увеличивают спрос, ну, а спрос, он автоматически уже влияет на, то есть спровоцирует давление на цены на потребительском рынке, ну, то есть идет влияние на цены, и в том числе, конечно, Национальный банк оглядывается на существенные фискальные стимулы для экономики, ну, естественно, он пытается более сдержанно проводить свою политику смягчения денежно-кредитных условий, потому как инфляция снижается, но, тем не менее, риски есть, да, к примеру, если посмотреть на состав компонента потребительской корзины, то мы увидим хорошее существенное замедление по продовольственным и непродовольственным товарам, где являются уже в районе 6-7%, то есть довольно хороший показатель. В то же время, если посмотрим на платные услуги, то там рост по итогам апреля составил 13,5% в годовом выражении, то есть двузначный рост цен, вопреки того, что снижаются другие компоненты. Все это, естественно, усложняет работу для регулятора, ну, и, естественно, он должен как-то регулировать, и, в частности, если посмотрите, то по итогам апреля, да, регулятор не стал снижать ставку, он взял паузу, ну, то есть посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше в экономике, какое влияние, ну, и, естественно, тут продолжает, присутствует ситуация с неопределенностью, да, по расходам бюджета, то есть в начале этого года мы увидели увеличение буквально на 50% использования трансфертов нацфонда, ну, естественно, это очень большие средства для экономики, учитывая, что и в прошлом году их объем был огромный, ну, то есть, как бы, Национальный банк, естественно, осторожничает. Вот вы сказали то, что все-таки, точнее, вы прогнозируете, что к концу года, да, доллар будет 485 сенге, да, хотелось бы узнать, а возможно ли такое, что доллар будет и 500 сенге, и 600 сенге? Ну, если говорить конкретно про этот год, то это, конечно, очень крайние варианты, и даже в пессимистичном варианте, наверное, мы 600 точно не видим, 500, в принципе, реально, но это в пессимистичном варианте при ценах на не 60 долларов за баррель. Сейчас условия предпосылы к тому, чтобы аналогики сформировались такие цены, пока нету, и, соответственно, мы придерживаемся базового сценария, где цена нанять 80 долларов за баррель, а курс обмены к отношению к доллару, к тенге, то это 485. Опять же, все будет зависеть от того, в конечном счете, как будет ситуация развиваться с использованием средств национального фонда, то есть, если так же, как и по прошлогоднему сценарию это будет происходить, то, естественно, приток валюты на рынок из национального фонда, он будет вести к тому, что у нас будет складываться практически текущая ситуация, да, то есть, когда предложений валюты много, и, соответственно, тенге, он автоматически укрепляется, ну, тут просто ничего нельзя поделать, бюджетные правила не работают, да, нефтяные средства не стерилизуются, все это, ликвидность выливается на рынок, и тенге просто, ну, укрепляется. Ну, вот вы сказали то, что трансферты из национального фонда, вы прогнозируете, что будут увеличиваться, и хотелось бы узнать, а какие есть альтернативные источники финансирования для покрытия вот потенциальных дефицитов, связанных в том числе, да, и с паводками, которые увеличивают расходы из бюджета? Ну, они, в принципе, все известны, у нас достаточно много внебюджетных фондов в Казахстане, да, это, вот, к примеру, Казахстан-Халкена, это у нас квази-государственный сектор, который активно участвует в экономике, также можно упомянуть и бизнес, да, часто в последнее время государство обращается за помощью к нему, ну, естественно, это все формирует общий пол средств, которые доступны для экономики, ну, и, кроме того, можно отметить, конечно, и наши растущие непрерывно государственные долг, то есть, как бы, у государства, ну, источники для финансирования как текущих проблем, так и потенциальных, от тех же стихийных бейс, они, в принципе, имеются, тот же национальный фонд, да, ну, то есть, как бы, с этим проблем нет, и в этом как раз и это и проблема, да, что мы чересчур полагаемся на данные средства, но они, как бы, ну, фактически это просто трата данных средств, но в долгосрочном плане это, конечно, наносит большой ущерб экономике. А достаточно ли тех денег, которые выделяют сейчас альтернативные, да, фонды и бизнес, на ваш взгляд? Ну, если конкретно Павловодков говорить, то, в принципе, из того, что мы видим, да, мы считаем, что, в принципе, средств достаточно, кроме того, частично средства бюджета самого перераспределяются, да, урезаются какие-то статьи, которые менее критичны, и, то есть, больше средств, соответственно, пойдет на проблемы с Павловодками, да, то есть, это инфраструктура новая. Ну, в принципе, это, как бы, предполагалось, что эта инфраструктура и так должна была когда-то обновляться, то есть, здесь просто, как бы, фактор Павловодков привел, триггером стал, да, для того, чтобы на более раннем этапе просто это сделать, а так это все, конечно, должно было осуществляться и ранее, и, ну, как бы, в нормальных государствах это, как бы, естественная функция, да, государство несет расходы на инфраструктуру, на логистику, то есть, те базовые вещи, которые бизнес просто не потянет. Ну, и возвращаясь к экономическому росту, да, вы ранее упомянули, что сейчас нефтяная отрасль, она переживает стагнацию, и, но в то же время, да, несыревые отрасли показали рост, то же самое обрабатывающий сектор, строительная отрасль, транспорт, аграрный сектор. Вот в среднесрочной и долгосрочной перспективах станет ли и должен ли стать несыревой сектор локомотивом роста экономики Казахстана? Ну, увы, к сожалению, таких у нас ожиданий нету. Почему? Потому что влияние нефтяного сектора, оно все-таки доминирующее, да, хотя, как бы, экспорт у нас больше, чем наполовину состоит из экспорта энергоносителей. В доходах бюджета треть – это прямые налоги на нефтяной сектор, да, то есть, как бы, эти средства так или иначе через бюджет перераспределяются в экономику и попадают в том числе и финансируют то, что вы перечислили, ни нефтяной сектор, ни сырьевой. Естественно, говорить, что о несырьевом секторе и в отрыве от сырьевого сектора невозможно. Да, и есть оппозитивные отдельные моменты, ну, опять же, например, строительство, да, растет двузначными темпами, но, опять же, за счет чего? За счет того, что бюджет теперь распределяет те же нефтяные доходы, то есть, если бы не было этих нефтяных доходов, то и строительная отрасль такие бы результаты не показывала. Можно ответить обрабатывающую промышленность, да, в последние годы она неплохо динамично развивается за счет мощного строения, за счет металлургии, но в то же время это пока такие отрасли, которые, ну, металлургия – это отрасль традиционная для казахстанской экономики, давно она существует и у нас работает, но там проблема в том, что мы, в основном, низкопередельную продукцию производим и экспортируем, то есть, условно говоря, выплавили, да, из руды какой-то металл, да, но дальше этого дело не пошло, да, то есть, мы не производим из этого металла, готовым металлургическую продукцию, те же автомобили, то есть, мы все завозим запчасти из-за границы, чтобы у нас уже непосредственно производить сборку, потому что у нас нету этих технологий и, соответственно, причем эти технологии довольно большие, затратные, соответственно, в Казахстане у нас нету длинных, дорогие, деньги довольно дорогие и длинных средств, к сожалению, нет. Есть средства пенсионного фонда, но они практически наполовину вложены в гособлигации Казахстана, то есть, как бы, а частный сектор, он просто-напросто не настолько платежеспособный, ну, то есть, у него имеется достаточно много рисков и, соответственно, невозможно за счет этих средств обеспечить фондирование для несырьевого сектора. Кроме того, в несырьевом секторе у нас, константливая, очень большая масса людей, то есть, это довольно низкий производительный сектор, и делать на них ставку, ожидать, что они смогут локомотивом экономики стать пока, ну, очень рано, да, и кроме того, что эти средства, ну, точнее, эти сектора, они, как я уже сказал, зависят от самого сырьевого сектора, ну, то есть, доходов, да, в конечном счете сырьевого сектора. Ну, то есть, довольно сложно ожидать, что они смогут драйвером экономики стать. В перспективе, да, может быть когда-то, но не в ближайшие годы. То есть, насколько я понимаю, необходимы, да, огромные инвестиции, которые, кроме как сырьевой сектор, на данный момент ничто не может дать для развития несырьевого сектора экономики Казахстана. Да, все верно, кроме того, можно сказать, что сырьевой сектор не особо зависит от внутреннего фондирования, то есть, он спокойно имеет хорошие рейтинги, да, и имеет экспортную валютную выручку, естественно, его несложно где-то занимать за рубежом, да, а на внутреннем рынке у нас довольно высокие процентные ставки, и несырьевому сектору, это, ну, неподъемные для него, наверное, процентные ставки на текущем уровне. Ну, и ознакомливаясь с вашим отчетом, да, макроэкономическим, я не нашел пункта о таких, как зеленая энергетика и цифровизация. Хотелось бы узнать, вот, какой вклад в экономику Казахстана могут внести развитие этих новых индустрий и технологий? Ну, данные технологии у нас, в принципе, неплохо развиваются в Казахстане, но надо иметь в виду, что это все альтернативные технологии, да, то есть, как бы, у нас есть базовые энергетики, которые, в принципе, работают на том же угле, которого довольно много в Казахстане, и, в принципе, при наличии использования экологических, ну, как бы, технологий, то, в принципе, было бы, наверное, целесообразнее использовать имеющиеся ресурсы, да, то есть, не выдумывать что-то новое. Конечно, здесь факторы играют роль просто как агенты, да, ну, то есть, есть такая, как бы, ну, постановка, на что зеленая энергетика – это вот, как бы, такие технологии, которые просто, ну, никак без них в условиях, да, климатических изменений. Но в то же время Казахстане настолько богатая страна, чтобы, ну, сами понимаете, мы эти технологии заимствуем за рубежом, это довольно дорогие технологии, надо, опять же, привыкать к внешней финансированию, потому что внутренних источников для этого, ну, довольно немного, ну, естественно, это, как я уже сказал, интернативные источники, то есть, у нас есть свои базовые, и просто всю переводить экономику на зеленую энергетику, она не имеет смысла, и довольно затратная просто ситуация получится. Ну, и потом мы, как бы, все эти зеленые технологии, они пока в стадии апробации идут, да, то есть, мы довольно недавно только начали их использовать, и надо будет, наверное, не торопиться, а просто посмотреть, как они, насколько успешно они будут работать на более богатых странах, то есть, у тех стран, у которых, как бы, уже исчерпаны, условно говоря, природные ресурсы, и они начинают использовать альтернативную энергию. Вот, как бы. Но, тем не менее, насколько мне известно, да, вот к 2060 году Казахстан должен, как и во всем мире, да, перейти на альтернативные источники энергии и снизить выделение углекислого газа до нуля, да? Все-таки, хочешь не хочешь, мы должны перейти к зеленой энергетике. Да, ну, и как я уже отметил, это довольно такая отдаленная перспектива, и у Казахстана, у которого довольно много своих природных ресурсов, я думаю, мы будем просто постепенно к этому подключаться с учетом наших возможностей, да, с учетом доступности финансирования, ну, вот такие вещи базовые, которые будут влиять в конечном итоге на данный процесс. Ну, и возвращаясь к вашему отчету, хотелось бы узнать, вот отдельным абзацом вы выделили рост реальных доходов населения, который отстает от роста экономики. Что, на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы доходы населения все-таки сравнялись или, может, даже обогнали рост экономики Казахстана? Ну, на самом деле, да, можно отметить такой нюанс, и он имеет место быть в последние годы, когда у нас, в том числе и за счет ускорения инфляции, падали реальные доходы населения. Ну, в данном случае, здесь мы исходим из того, что государство просто должно создавать условия, да, для того, чтобы нормального развития бизнеса, то есть нельзя и директивным способом взять и просто увеличить. Ну, мы как бы это видим, да, государство и так это пытается, старается за счет бюджетных расходов, но, к сожалению, отдача данного, ну, эффективность нашего труда в Казахстане, она довольно низкая, производительность у нас, даже в последние годы мы видим стагнацию производительности труда в Казахстане и отмечают ее, в том числе, и всемирные банки, и другие международные организации, мы это видим тоже на разных уровнях. Естественно, государству нужно тут просто, наверное, проводить рыночные реформы, а не пытаться как-то директивным образом повлиять на эту ситуацию, а уже рынок с учетом тех факторов, которые у нас имеются, тех преимуществ, которые есть в Казахстане, он уже, соответственно, сам сможет отрегулировать данный вопрос, и то есть я хотел бы сказать, что государство тут вряд ли, ну, ведущая роль государства, да, то есть государство, по идее, должно, наоборот, децентрализацию производить, приватизацию, то есть дать возможность рыночным силам в более полноценном виде работать. К сожалению, с этим у нас проблема, из-за чего мы сталкиваемся с такой ситуацией, то, что мы наблюдаем, отрыв, да, между, разрыв между темпами роста экономики и реальным ростом доходов. В то же время в этом году, например, мы можем сказать, что по реальному росту зарплат мы видим более улучшенную перспективу. В прошлом году все реальные зарплаты выросли всего на 2%, а в этом году мы ожидаем, что в связи с тем, что инфляция у нас больше замедлится, реальные зарплаты вырастут примерно на 4%. Но, тем не менее, государство все-таки предпринимает, да, реформы, экономические реформы, да, и хотелось бы узнать, как вы их оцениваете и какие дополнительные реформы могут быть необходимы для стимулирования долгосрочного роста экономики? Ну, если обратиться к последнему времени, то здесь можно отметить дерегулирование цен, да, на те же услуги жилищно-коммунального хозяйства, дерегулирование у нас на транспорте идет там, где у нас присутствует в космонополии. Да, это полезное как бы начинание, в то же время оно немножко двояко выглядит, да, с одной стороны мы повышаем тариф, ну, даем возможность повысить свои доходы этим компаниям, в то же время мы ограничиваем эти рост тарифов, да, то есть все равно мы на них оказываем влияние, и, например, если посмотреть цены на бензин, да, у нас одни из самых низких в мире, в то же время за счет чего это получается? За счет того, что производство на уровне, ну, не знаю, минимальной какой-то рентабельности, да, чтобы буквально просто существовало предприятие и не закрылось, да, но в дальнейшей перспективе и инвестиционная привлекательность в принципе такой отрасль, она довольно низкая, да, то есть такие половинчатые реформы, можно сказать, что Казахстан, они как бы с одной стороны какая-то есть польза, с другой стороны это, ну, не в полной мере можно назвать реформами, да. Можно также отметить сферообразование, да, вот, например, сферообразование у нас государство делает ставку на развитие человеческого капитала, увеличивает расходы на образование, да, нам, ну, к примеру, с 22-го года расходы на образование стали наиболее крупной статьей нашего бюджета в расходах, ну, пока, я бы так сказал, что образование это сфера такая, которая требует довольно долгосрочных инвестиций, то есть быстрых результатов от них ожидать не стоит, вот, ну, то есть какие-то реформы, шаги делаются, но это, они не кардинальные, да, то есть параллельно с этим мы видим, что продолжается обусорвствование экономики, госсектор, он довольно такой доминирующую позицию в экономике занял, и, естественно, это влияет на то, что привлекательность, инвестиционная привлекательность страны, она, ну, страдает от этого, да, и у нас по большей части инвестиций осваивается только в сырьевых отраслях, а, естественно, нам для долгосрочных наших стратегий нам нужны более такие конкурентные инвестиции в несырьевые сектора, и с этим как раз проблема в условиях, когда доминирует в экономике государство. Ну, и хотелось бы узнать в завершении эфира, да, все-таки прогноз на будущее, да, на долгосрочной, в долгосрочной перспективе, сейчас у нас происходят такие мировые тренды, их влияние оказывается на нашу страну, это войны, природные катаклизмы, изменение цен на сырьевые товары, те же самые, и хотелось бы узнать, как они влияют на, и как они сказываются на макроэкономических показателях Казахстана, и все-таки какой прогноз вы даете, ну, может быть, на ближайшие три года, да, все-таки на рост экономик Казахстана? Ну, да, как я уже отмечал в начале нашей программы, в Казахстане экономика, она сырьевая, да, то есть, естественно, внешние факторы, они, конечно, и будут оказывать влияние на Казахстан, так же, как и на любую другую экономику, но нужно отдавать себе отчет в том, что в первую очередь мы можем изменить, повлиять на внутреннюю ситуацию в экономике, но никак не на внешнюю, и, соответственно, усилия Казахстана должны быть направлены именно в этом направлении, то есть, если мы будем заниматься все той же дифферсификацией экономикой, улучшать свою инфраструктуру, это все, конечно, в долгосрочном плане и обеспечит ту базу, за счет которой будет развиваться Казахстан, а что касается вот буквально вот то, что вы говорите, 3-4 года, то тут можно отметить то, что у нас продолжается, ну, как осваиваться существенно инвестиции в сырьевом секторе, то есть сырьевая зависимость, к сожалению, она будет продолжать иметь место быть, и, соответственно, вместе с тем, соответственно, экономика будет зависеть от тех же цен на нефть, да, ну, и по цепочке, соответственно, все это влияет и на курс, и на инфляцию, и на внутреннее состояние экономики, то есть, что я хочу сказать, то, к примеру, если в ближайшее будущее мы ожидаем рост увеличения добычи на лингисском изторожении, на Кашагане, сохранение текущих темпов роста, ну, не темпов, а уровней добычи на Карачаганаке, ну, это крупнейшее наше нефтяное месторождение, где добывается 60% нефти в силе и в Казахстане, то, естественно, можно ожидать, что некоторое увеличение выпуска добычи нефти, ну, оно приведет к тому, что рост экономический будет поддерживаться, например, ну, вот, может быть, на уровне текущих и немного повыше, да, ну, именно в год запуска, например, тенгийское месторождение, которое ожидается в следующем году. Но в последующем, конечно, как вы видите, это физические показатели, то есть в одном году нефть выросла, ну, добыча выросла, как это было в прошлом году, экономика подросла. В следующем году, ну, она не может бесконечно расти, ресурсы ограничены, в том числе и Казахстан участвует в соглашении ОПЕК-плюс по ограничению нефтедобычи. Естественно, это будет сдерживать, да, то есть, с одной стороны, возможно, как и рост, с другой стороны, мы вынуждены, как бы, подстраиваться под внешние условия, под внешние ограничения, в зависимости от цены на нефть, то есть, все это влияет на то, что мы, как бы, ну, мы больше сторона, как маленькая открытая экономика, мы сторона принимающая, то есть, мы принимаем внешние условия игры, и исходя из имеющихся ресурсов, как бы, ну, объемов, например, добычи нефти, мы можем что-то, не знаю, как это сказать, обеспечить какой-то внутренний рост экономики вот в пределах текущих темпов, то есть, каких-то кардинальных, оппозитивных у нас ожиданий нет, то есть, как я уже упоминал, нужны преобразования рыночные, нужны реформы, ну, то есть, сокращение присутствия государства в экономике, тогда можно ожидать, что частный сектор, он начнет играть большую роль, и, соответственно, больше будет зависеть благосостояние для населения от внутренних условий, а не от внешних факторов. Ну что ж, Асан, я благодарю вас за уделенное время, спасибо большое, что согласились сегодня с нами побеседовать, очень было интересно, и, я думаю, для многих зрителей это важная информация, да, из которых они сделают свои выводы. Спасибо, Диа, за ваши вопросы, было интересно поучаствовать. Спасибо вам большое. Уважаемые зрители, напомню, вы смотрели программу «Итоги бриф на Томикин Бизнес». Всего доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова